Здравствуйте, мы начнем. Кто-то, кто немного запаздывает, будет к нам подходить. Меня зовут Тихомирова Татьяна Борисовна, я зам. декана факультета коммуникации, медиа и дизайна. И занимаюсь в том числе вопросами набора, организации Дней открытых дверей и коммуникации с нашими абитуриентами, с удовольствием отвечая на всякие вопросы. И вместе со мной сегодняшнюю встречу проводит Андрей Буличенко, это руководитель лечебного офиса магистратура, Андрей Помаши. Нет, лучше скажи что-нибудь, тебя сразу идентифицируют. Да, доброе утро, добрый день, наверное, даже уже, да, я руководитель лечебного офиса. Вот, и еще с нами здесь редакторская группа Марина Давлетшина, Андрей Карабанов и некоторое количество наших сотрудников, которые в том числе являются выпускниками магистратуры. Для чего мы здесь сегодня вот в таком, может быть, даже где-то в спешном порядке собрались? Близится Олимпиада, Высшая Лига. Андрей все сейчас по срокам расскажет. Я только буквально два слова скажу вводных. Дело в том, что Олимпиада изменила свой формат. И она теперь уже не является такой вот узконаправленной для поступления на нашу программу. Хотя, конечно же, мы людей с удовольствием берем, которые выигрывают в Олимпиаде. Но сама идея вот этой всей перестройки заключается в том, чтобы сделать такое, ну, состязание, которое не ограничено вот этими узкими коридорами, да, направленности на программу. И вот в этом году вот такая первая история разворачивается. В чем ее особенность по сравнению с прошлой программой? Я считаю, что у абитуриентов открылось гораздо больше возможностей. То есть окно возможностей стало шире. В чем суть? Дело в том, что вместо вот этих вот узких труб, да, как раньше, на каждую программу отдельно, теперь программа реализуется по направлениям. Наше направление – это медиакоммуникации. К этому направлению относится большая часть программ департамента медиа. Да, вот программ по направлению медиа, которые управляются этим департаментом. Сюда у нас зашли программы Management S.M.E., Трансмедийное производство в цифровых индустриях. Это Critical Media Studies. Помните, да, программа для молодых ученых на английском языке, работает первый год, но вполне себе успешно. И кинопроизводство в мультиплатформенной среде. Здесь нет двух программ. Это International News Production и Журналистика данных. Дело в том, что Журналистика данных реализуется по направлению журналистика, и ее Олимпиада – это Олимпиада «Я профессионал». International News Production является полностью платной программой, и поэтому не входит в состав Олимпиады, то есть выигрыш которой победа и призерство означает, в частности, победа означает 100 баллов по портфолио и зачет по английскому языку. Ну, условно говоря, это без вступительных испытаний. То есть на самом деле они есть, они просто вам засчитываются на уровне Олимпиады. Таким образом, у нас есть вот эти четыре Олимпиады – Management, S.M.I., Critical Media Studies, Transmedia, Трансмедиа, ну, по-простому, да, как мы говорим, и кино. И вот все они реализуются по направлению медиакоммуникации. И в результате Олимпиада стала такой, что вы, во-первых, можете участвовать в каком угодно количестве состязаний, то есть равно как внутри медиакоммуникаций, так и по другим направлениям. А их, Андрей, точнее сейчас, тема темущая, ну, то есть их все равно много. Вот. Но и, соответственно, вот внутри этих программ. И что же получается? Это медиакоммуникации. И вот если раньше было только одно состязание, да, вот вы многие написали этот вопрос, там, допустим, вы писали работу на трансмедиа-производство, на кино, это была такая двухступенчатая Олимпиада. Сначала визитка и трейлер делался, а затем уже мы проводили очную встречу, и вы защищали свой проект мечты, да, то есть видео-визитка, это рассказ о себе и трейлер проект мечты. И, соответственно, на очной встрече вы защищали этот проект, то есть получалось два встречи, на два уровня, да, скажем так. Менеджмент СМИ – это тоже была одна работа письменная, которая проверялась. И, наконец, Critical Media Studies – это было тоже две встречи, то есть сначала участники Олимпиады писали эссе, ну и затем часть тех, кто писал, приглашались на устное собеседование и должны были представить идеи своего медиа-исследования. И вот теперь фактически, то есть как наша устроена Олимпиада, в принципе эта конструкция сохраняется, но к ней добавляется еще один этап, первый этап, который одинаковый для всех, и это тестирование по направлению медиа-коммуникации. И в сущности мы сейчас вам расскажем, как это организовано, и вы поймете, что вы можете даже успеть участвовать, принять участие в нескольких направлениях. То есть будем мы говорить так, направление медиа-коммуникации, а внутри этого направления есть треки. И вот как это соотносится, как будет работать Олимпиада, мы сейчас вам и расскажем. Андрей, я тебе слово передаю. Добрый день еще раз. Давайте немножко с вами поговорим по поводу срока, времени, дат и в принципе этапов. Об этапах. Соответственно, в нашей Олимпиаде, во-первых, на что стоит обратить внимание сразу, у нас, эта информация касается тех, кто еще не зарегистрировался на Олимпиаду, было принято решение продлить регистрацию на данную Олимпиаду до 24 февраля. Ребята, те, кто еще не успел подать, соответственно, заявку на участие в Олимпиаде, пожалуйста, сделайте это и не тяните. То есть пока что у вас еще есть возможность это сделать. Обратите внимание, что отборочный этап, про который говорила Татьяна Борисовна, в виде тестирования по направлению медиакоммуникации, у нас состоится 26 февраля с 12.30 до 14.30. Расписание это уже доступно на сайте, на сайте Высшей школы экономики в разделе, соответственно, Олимпиад. На выполнение данного задания у нас с вами выделяется 120 минут, то есть 2 часа. Заключительный же этап у нас с вами пройдет с 19 по 22 марта. И уточненное, да, ну, в описании по направлениям, наверное, это было излишне писать, да, потому что в целом мы уже представляем, как и что будет. Но об этом мы поговорим чуть позднее. Обратите внимание на эту ссылку. Я вам очень рекомендую ознакомиться с информацией, которая находится по данной ссылке alim.hse.ru, да, с слэш мэй, да, то есть магистратура. Потому что по данной ссылке вы можете найти, во-первых, да, как я уже сказал, расписание, все необходимые инструкции по участию и в первом, и во втором этапе, то есть в отборочном, и в заключительном. Давайте, наверное, я ее покажу. Вам сейчас видно именно экран высшей лиги? Или видно презентацию? Видно презентацию. Видно презентацию. Так. Так, еще две секунды. Тогда мы сделаем вот таким образом. Да, вот, собственно, это сайт подразделения, да, и, в принципе, олимпиады высшей лиги, с которым я вам еще раз говорю. Рекомендую, очень рекомендую ознакомиться, потому что олимпиада, оба этапа у нас будут проходить в онлайн-формате. Для этого, в общем-то, у вас должны быть, скажем так, соблюдены некоторые технические требования для вашего компьютера, для вашего браузера. Соответственно, я очень и очень рекомендую здесь все прочитать, потому что, ну, особенно ознакомиться с разделом участников, потому что здесь у нас с вами размещены и правила участия, и, соответственно, в формат. Да, сразу, Андрей, давай сразу, не уходя с этой страницы, покажем, потому что уже вопросы пошли, примерное задание, покажем эти самые задания, где висит наша демо. Да, ребята, обратите внимание, вот, опять же, страница высшей лиги, здесь, в разделе участникам, есть, соответственно, ссылка на материалы для подготовки. Там размещены все материалы для, по всем направлениям, которые у нас участвуют в высшей лиге. Обратите внимание, кстати говоря, что в этом году вы можете участвовать в абсолютно любом количестве олимпиад, да, в любом количестве треков, то есть, если вы у нас проходите отборочный этап по медиакоммуникациям, то при наличии сил, возможности, да, времени вы можете, в общем-то, свободного расстояния. Да, силы во всех треках. Вот, соответственно, по этой ссылке у нас с вами находятся методические рекомендации и демо-версии нашей с вами олимпиады. Коли, мы сегодня говорим про медиакоммуникации, соответственно, находим здесь медиакоммуникации, как вы видите, здесь перечислены все наши четыре магистрских программы, которые выходят на данную олимпиаду, и демонстрационный вариант самой олимпиады. Давайте его откроем, тоже посмотрим. Татьяна Борисовна, прокомментируйте как-то, да? Ну, я позже прокомментирую, сейчас пока где находится. А, ну, позже, хорошо. Соответственно, да, имейте в виду, и обязательно, я вас очень сильно прошу, ознакомьтесь с этой страницей, потому что это важно, чтобы не было технических проблем именно при подключении, при прохождении олимпиады и так далее и тому подобное. Обратите внимание, пожалуйста, ребят, что если по каким-то независящим от вас обстоятельствам вы не смогли приступить к выполнению задания, вы должны сообщить об этом в организационный комитет нашей олимпиады, контакт, который также есть на этой странице, в течение трех часов после, соответственно, обнаружения проблемы, после того, как вы не смогли приступить к выполнению задания. В этом случае вам будет предоставлена возможность, в общем-то, выполнить это задание. Но это должны быть какие-то именно форс-мажорные обстоятельства, которые от вас не зависят. Не знаю, отключили электричество и прочее. То есть, если вы не смогли, например, поучаствовать в данной олимпиаде, потому что были на работе, ну, увы, да, то есть это не считается уважительной причиной, неявки на данное, соответственно, на состязание. Так, что еще надо сказать? В общем-то, ну, наверное, идем дальше, да, Татьяна Борисовна? Так, тогда я возвращаюсь сейчас нашу свою презентацию. Идем дальше. Ну, наверное, сейчас слово мы передадим Татьяне Борисовне, чтобы она уже более конкретно и более полно вам рассказала именно о структуре олимпиады. Татьяна Борисовна? Да, смотрите, значит, отборочный этап, структура отборочного этапа, это 120 минут, то есть 2 часа. Максимальное количество баллов, которые вы можете получить в результате за вот этот отборочный этап, это 100. Количество вопросов там будет 50. И вес вопросов от 1 до 3 баллов. В зависимости от сложности. Вопросы будут как на русском, так и на английском языке. То есть, в принципе, вы можете примерно сосчитать, сколько минут оказывается на следующий вопрос. Ну, точнее, на каждый из вопросов. Про сбои Андрей уже сказал, если они произошли, обращайтесь в техподдержку и, соответственно, они вам все починят. Но главный слайд, Андрей, переключи, пожалуйста. Главный слайд сегодняшней презентации, это вот этот. Значит, смотрите, что здесь, в принципе, что здесь есть. Итак, вы видите вот этот отборочный этап. Это 26 февраля. С 12.30 до 14.30 вы поделали тестовые вопросы. Вы очень многие в вопроснике, который у нас был опубликован немного заранее, задавали, спрашивали вот что. Сколько нужно набрать баллов? На самом деле такой информации не существует, потому что мы будем отталкиваться от рейтинга. То есть, вы ответите на вопросы, наберете какое-то количество баллов, все результаты будут выстроены в рейтинг, и по этому рейтингу будет отобрано определенное количество человек. в рейтинге. пока после 24-го числа будет принято, будет установлено сколько примерно процентов, но я думаю, что не менее 50 будут отправлены дальше, на следующий этап. То есть, это вот примерно так. Таким образом, пресловутого проходного балла не существует. есть только рейтинг, а это означает, что заморачиваться наберу-не наберу сейчас не надо, а сейчас надо просто идти и делать, идти и пробовать. Далее. Значит, соответственно, вот этот отборочный этап, это тест по медиакоммуникациям с 50 вопросами. Это получается вход такой на территорию Олимпиады. А дальше внутри вот этого, вот этой территории, которая называется медиакоммуникация, у нас возникает 4 трека. То есть, фактически, это вот 4 Олимпиады, как по-старому, на программы. Это Олимпиада кино. Давайте на структуру посмотрим. Мы с вами помним, что структура этой Олимпиады на этом треке, будем теперь пользоваться такой терминологией, на этом треке состоит из двух этапов. На первом этапе это конкурс визиток и трейлеров. Задача участников загрузить видеовизитку, то есть креативный рассказ о себе, загрузить трейлер проекта мечты. И помимо этого, там есть еще три текстовых документа. Эти три текстовых документа это сопроводительное письмо с коротким, с кратким описанием проекта и двумя ссылками, потому что видеовизитку и трейлер вы загружаете на YouTube или на Vimeo. И соответственно в этом сопроводительном письме это все написано у нас в методических указаниях и демо в документе, который только что показывал Андрей. В этом сопроводительном письме вы даете краткое описание проекта, которое состоит из очень коротко сути, то есть идеи, жанр, платформа, аудитория, референс. Буквально по одному предложению. Это не должна быть какая-то такая развернутая работа, потому что она у вас еще впереди. Вы можете ориентироваться на аннотацию на кинопоиски, может быть чуть-чуть добавив референс. И соответственно смотрите, что дальше происходит. Вы это все сделали. вот когда пройдет отборочный этап, то публикация результатов, если мне не изменяет память, по-моему 5 марта должна состояться. Ну там плюс-минус. Так вот, если вы прошли этот отборочный этап и оказались уже на втором этапе, вы можете прямо с этого дня и начинать делать визитку и трейлер, если вы ее не сделали еще к этому времени. А загрузка всего этого состоится 22 марта. Тут понимаете, какая суть? У нас второй этап олимпиады прописан 22 марта. Но на самом-то деле наши олимпиады таковы, что 22 марта происходит именно загрузка тех материалов, которые вы приготовили заранее. У нас в этом году не будет никакого прокторинга, никакого там написания работы под наблюдением, не надо писать себя в зуме. Все задачи таковы, что на выполнение этих задач, чтобы получился хороший текст, нужно время. А нам плохие тексты не нужны, неплохие тексты, неплохие медиапродукты. Поэтому олимпиада построена таким образом. То есть касательно кино, вы проходите отборочный этап, а я не сомневаюсь, что вы пройдете, вы люди ответственные, именно поэтому вы здесь. Вы проходите отборочный этап, находите свою фамилию в списках тех, кто прошел отборочный этап, и начинаете сразу работать над визиткой трейлером, если вы еще не, и соответственно составлением остальных документов. Остальные документы какие? Значит, еще раз, визитку и трейлер грузим на YouTube и на Vimeo, получаем две ссылки, потом пишем сопроводительное письмо о продукте, да, вот о нашем проекте, где вы ставите очень короткое описание этого проекта, его суть, жанр, платформа, аудитория, референс. Далее еще есть два текстовых документа. Что? Есть еще два текстовых документа. Это CV и это аннотация проекта на английском языке. Дело в том, что поскольку вам зачитывается и зачет по английскому, знание языка, то, соответственно, здесь должен быть элемент на английском языке. Кроме того, это важно для программы, потому что ряд дисциплин преподается на английском. И вы должны сделать вот эту аннотацию, которая, в общем-то, по структуре похожа на соответственно на сопроводительное письмо, но она должна быть просто релевантна вашему проекту. И вот у вас получилось три текстовых документа, формат этих текстовых документов прописан там Word, 12, Kegel, вот это вы все посмотрите. И в сопроводительном письме у вас стоят две ссылки. И вот это все вы загружаете соответственно в свой олимпиадный аккаунт, который для вас открывается в Smart LMS. Кто из вышки тут знает, что это такое, но такая электронная система. То есть вот вы сейчас зарегистрировались в личных кабинетах. Отлично. как только ваше имя появится в списке тех, кто прошел отборочный этап, вы на самом деле вот это задание и ссылку на аккаунт Smart LMS вы получите вероятно 19 марта. Почему? Потому что там так период определен. Но вы в любом случае работаете заранее. Соответственно, вы получаете ссылку и 22 марта вы туда загружаете вот эту всю красоту, которую собрали. Видите, у меня здесь такая рыженькая надпись, что время загрузки 4 часа. То есть у вас до 22.03 реализация нашего направления олимпиадного длится 4 часа. За это время это вот как раз если вы такой проворный абитуриент и вы поучаствовали буквально во всех направлениях, то вы тогда ну вот вам по часу загрузки на каждую программу. Ну или я шучу, может быть, не знаю. Но одним словом это достаточно время, чтобы это все загрузить. Теперь продолжаем смотреть на кино. Что дальше происходит? Дальше вот на этом первом этапе визитка и трейлер отбираются люди, да, и определенное количество людей, там тоже как правило попадает туда так чуть более 50 процентов. Эти люди приглашаются на очную защиту. И очная защита пройдет онлайн. У нас все экзамены в этом году в онлайне. Но вы там должны выступить с презентацией. Описание презентации, какие там элементы должны быть в этой защите, это тоже есть в нашем документе демо, который показывал Андрей. Но мы сейчас еще на него разочек посмотрим, когда я договорю. И вот эта защита проекта состоится в период с 5 апреля по 12 апреля. Вы к конкретным датам относитесь сейчас таким образом, то есть думаете о том, что они могут немного поменяться, но это буквально день туда, день сюда. В принципе, мы защиту примерно где-то где-нибудь число на 10-е, 7-е, вот так в принципе планировали. И вот после этого уже будет понятно, кто выигрывает на этом треке. То есть опять-таки все результаты выстраиваются в иерархию и от самого высокого до самого низкого. И мы видим, кто у нас попал в топ. И тут все по-простому. Значит, тот человек, который набрал больше всех баллов, он становится одновременно и дипломантом первой степени, номер один, и медалистом. Про это Андрей Михайлович чуть-чуть позже расскажет. А теперь давайте на трансмедиа посмотрим. Здесь смотрите, трансмедиа остается письменная работа. Подробное описание письменной работы тоже есть в документе, который мы показывали. Публикация этой письменной работы, точнее, публикация задания с темами состоится 19 марта. и загрузка 22.03. Понятно, вот сколько у вас там дней получается там чистого времени, получается три дня. И вы можете пользоваться всем, чем угодно. Ну вот просто. Самое главное, чтобы вы до дедлайна загрузили свою работу 22 марта. Смотрим на Critical Media Studies. Как вы помните, там тоже у нас два этапа. На первом этапе пишется эссе. И смотрите, сейчас публикация намечена с темой эссе, намечена на 20.03. То есть здесь как бы период покороче. Но это вопрос дискуссии. То есть 24 февраля будет четко определено. То есть здесь два варианта. Либо публикация задания тоже состоится 19 марта либо 20. Но загрузка точно также 22.03. Вот в этот период вот этих отведенных четырех часов. И опять-таки определенное количество, 50% участников будут приглашены к собеседованию, которое состоится также в период с 5 по 12 апреля. И снова мы получили определенное количество людей, победителей. И наконец менеджмент СМИ. Там была одна письменная работа, она одна и остается. Если кто-то участвовал на третьем курсе или смотрел, вот структура менеджмента СМИ и тип работы изменились, сейчас необходимо провести небольшое кабинетное исследование на важную интересную для медиаиндустрии тему. Публикация этой темы также будет сделана 19.03. Загрузка готовой работы предполагается 22.03. И вместе с отчетом там вот эта письменная работа состоит из двух частей. Это отчет и реферат на английском языке от 4 до 5 тысяч знаков с пробелами. И вот эти два документа вам нужно будет загрузить. Оцениваться они будут вместе по одинаковым критериям просто на русском и на английском языке. Просто будут оцениваться два текста. И это будет уже окончательный вариант в менеджменте СМИ. И здесь тоже будет выстроена иерархия вот этих всех оценок. И мы получим 4 списка, в котором люди, как вы понимаете, могут в принципе совпадать. Но у этих 4 списков будут дипломанты номер один. Вот прямо супердипломант. Этот супердипломант превращается в медалиста, потому что на каждом направлении будут такие преференции. Это не более 5 медалистов, а это дипломанты первой степени, второй степени и третий. Но здесь я думаю, что я передам слово про вот этих медалистов-дипломантов, давай покажем Андрею еще раз документ. Просто я покажу, что легко найти все. открываем снова наш документ и читаем его. Если можно покрупнее, а то я даже в очках не вижу. Вот смотрите, да, мы с вами чуть теперь вниз. Вот пожалуйста, первый отборочный этап, мы с вами проговорили, 120 минут, в сумме 100 баллов. Отлично, набрали всей толпой, пошли на второй этап. Двигаемся. И вот дальше смотрите, в этом документе как бы позиция за позицией раскрыты задания всех олимпиад. Значит, если вам чего-то не хватает, вам может не хватать, например, задания или демонстрационного задания Critical Media Studies. Сейчас мы рассмотрим этот документ и я скажу, где его найти. Итак, вот здесь вы видите что должно быть. Тут, правда, немного ну, видимо, вы можете на один документ поставить резюме, ссылки и аннотацию. Дальше вот, пожалуйста, где размещено видео. Дальше описание визитки, да, из чего она должна состоять, спустимся ниже, описание трейлера проект мечты и, соответственно, там дальше должны быть еще и критерии, да, вот они, критерии оценки портфолио, которое состоит из трейлера и видео визитки и критерии собеседования. Как я вам рассказала, все это вы можете здесь внимательно прочитать. Поехали дальше. И точно так же по каждой работе, то есть по каждой олимпиаде вы здесь можете все прочитать. Сейчас я предлагаю очень много не обсуждать критериев и как готовиться. Почему? Потому что мы проведем точно такую же встречу обязательно сразу после отборочного этапа. Когда будет понятно, что вы прошли, мы сделаем еще одну встречу, где подробно расскажем и попросим рассказать руководителей программ уже о содержательной стороне. Но, например, если вы зайдете во вкладку архив, вернись, пожалуйста, Андрей на саму страницу. Выше на, значит, смотрите, об олимпиаде, нет, об олимпиаде, вот, вкладка архив. Если мы сюда зайдем, то мы увидим олимпиады всех прошлых лет. Вот мы заходим в 2020 и там, например, есть олимпиада Critical Media Studies, вот материалы для подготовки, в которых мы можем найти, например, демонстрационный вариант прямо даже с СССР Critical Media Studies и посмотреть, как оно оформляется, сколько там должно быть знаков и так далее. Вот все это можно здесь посмотреть. Собственно говоря, по остальным тоже и критерии перечислены в основном документе, но если вы хотите посмотреть саму работу, вот видите, здесь даже есть текст эссе. Вот, наверное, вот это. Я тогда давай вернемся к презентации. Возвращаемся. Да, у нас получилось четыре набора фамилий, в которых в этих списках кто-то повторяется, но у нас получаются четыре абсолютных победителя по трекам. Эти абсолютные победители, они же медалисты, они должны набрать не менее 60, то есть баллов и 100, то есть нижний порог даже прямо сильно нижний. я абсолютно уверена, что у вас получится гораздо лучше. И вот эти четыре человека, которые по трекам выиграли, стали медалистами, на самом деле они могут поступить не только на свой трек, в котором они участвовали, абсолютно в любой, то есть на любую программу, то есть у них вот такой выбор. остальные они получаются будут дипломантами первой, второй, третьей степени, то есть дипломант первой степени у нас в языке приравнивается к слову победителя, дипломант второй, третий к слову призер. Вот у нас получается победители призеры, которые имеют право поступления именно на свой трек. Ну то есть поступления имеют право поступить куда угодно, но воспользоваться льготами именно на своем треке. И в этом случае для дипломанта в первой степени будет 100 баллов засчитано, 100 баллов и зачет по английскому языку. Давайте, наверное, просто перейдем на следующий слайд, просто чтобы это было визуально ребятам понятнее. Да, да, ну я сейчас договорю и перейдем. Ну и точно так же по всем остальным направлениям. Хорошо, переходим. Так, идем дальше? Про это будем что-то говорить? Ну, собственно, это еще раз зафиксировать внимание всех, что письменная часть заданий всех треков выполняется дома. Никто никого не контролирует, не надо себя писать на Zoom, и все использованы ресурсы литературы, а все указывается в сносках. Единственное, не плагиатим, потому что работа проверяется, и при плагиате работа снимается с конкурса. Дальше. Ну, это, в общем-то, то, о чем говорила непосредственно Татьяна Борисовна, да, по поводу... Да, но ты скажи, потому что здесь с количеством, с цифрами это важно. Да, еще раз, Татьяна Борисовна уже об этом сказала, но, наверное, визуально это несколько проще воспринимать. То есть, по каждому треку будет выделен, скажем так, абсолютный чемпион, да, то есть это человек, набравший максимальное количество баллов по треку. И, кроме того, что он станет дипломантом первой степени по треку, он становится медалистом Олимпиады по направлению медиакоммуникации. Соответственно, а даю еще раз, это человек, набравший максимальное количество баллов по треку. Сразу позволю себе оговориться, что, обратите внимание, не суммируются у нас баллы отборочного этапа с этапом заключительным. Отборочный этап прошли и забыли. Соответственно, вообще, по правилам высшей школы экономики, у нас может быть не более пяти дипломантов по направлению или 10% от общего числа участников. Но, предполагаю, что у нас будет, в общем-то, скорее всего, 4 медалиста по направлению, потому как трека 4. Далее. Есть у нас с вами такая когорта людей, как победители и призеры Олимпиады по треку. То есть это участники, которые также набрали наибольшее количество баллов на заключительном этапе треки. И не более 50% от числа участников по направлению. Что еще имеет смысл сказать? Что на нашем языке, как сказала Татьяна Борисовна, дипломанты первой степени считаются победителями Олимпиады по треку, а дипломанты второй и третьей степеней у нас считаются призерами Олимпиады по треку. Ну, наверное, перейдем дальше к льготам, я так полагаю. Обратите внимание на данный слайд. Здесь, в общем-то, перечислены все возможные льготы, которые вы можете получить, участвовав в нашей Олимпиаде. Ну, начнем, да, по возрастанию, да, от минимума к максимуму. Соответственно, первая льгота, которую возможно получить, это скидка 25% на весь период обучения. Эта льгота, да, у нас с вами эта скидка предоставляется тем людям, которые не набрали от 1 до 5 баллов до статуса дипломанта третьей степени. Этот момент тоже отслеживайте, и скидка у нас выдается, напоминаю, на весь период обучения в магистратуре. Далее, скидка 50% на весь период обучения, она у нас выдается дипломантам второй и третьей степени. Скидка 70% на весь период обучения выдается у нас дипломантам первой степени, но здесь надо сразу отметить, да, потому что у нас дипломанты первой степени, в принципе, зачисляются без вступительных испытаний, то есть им ставится максимальный балл за портфолио, а также за счет по английскому языку. Кого касается данная скидка? Данная скидка касается тех, кто, во-первых, уже реализовал свое право бюджетного обучения в магистратуре, такие у нас случаи бывали, либо люди, которые получили диплом специалиста позднее 2015 года. То есть по закону Российской Федерации, по закону образования, да, данные люди не могут обучаться в магистратуре на бюджете, увы. Да, но если они являются дипломантами первой степени, Высшая Школа Экономики предоставляет 70% скидку на весь период обучения. Ну и дальше, наверное, самое приятное, да, собственно, я так полагаю, что вы за этим, в общем-то, сей собрались и для этого и участвуете в Олимпиадах, это максимальный балл за портфолио плюс зачет по английскому языку, то есть поступление на наши магистрские программы без вступительных испытаний. Без вступительных испытаний у нас с Вами поступают медалисты Олимпиады по направлению, то есть 4 человека, которые набрали максимальное количество баллов по треку. Они поступают, медалисты, на любую магистрскую программу из нашего перечня по направлению медиакоммуникации, то есть медалист может сам выбрать, на какую программу он планирует поступить, ну, на какую он хочет поступить. То есть даже если вы, например, стали абсолютным победителем и медалистом, например, по кинопроизводству, с этой Олимпиадой вы можете, соответственно, поступить, например, на менеджмент СМИ, если вы говорите, с медалистом по направлению медиакоммуникации. Ну и также у нас без вступительных испытаний, то есть автоматически поступают на бюджет победители Олимпиады, то есть дипломанты первой степени по треку. То есть если вы стали дипломантом первой степени по треку, да, ну, например, по кинопроизводству в мультиплатформенной среде, то вы можете без вступительных испытаний поступить на кинопроизводство в мультиплатформенной среде. То есть это разговор о треку. Так, ну, есть у нас там еще слайды. Слайдов у нас больше нет. Татьяна Борисовна, есть ли у вас что-то добавить? Микрофон. С микрофоном каждый может, и без микрофона попробуй. Я думаю, что сейчас есть смысл перейти к вопросам. Правда, Зоя, я отвечаю где? Прямо в чате, да? Я беру вопросы сейчас. Я вам сейчас скину как раз. Я беру себя в чате. У вас в Фейсбуке, вот я вам скинула сейчас, все вопросы есть. Ага, волшебненько. Хорошо. Хорошо. Все вопросы отборочного этапа закрыты, да. Вопросы отборочного этапа проверяет машина. Значит, еще предваряю кое-какие вопросы, которые вижу. Отборочный этап – это единый этап на все треки. Все вопросы там, это 50 вопросов. То есть отборочный этап единый. Эти 50 вопросов сложены из вопросов разных программ. Поэтому там есть вопросы на русском языке и на английском языке. И да, они все закрыты на выбор правильного ответа, который может быть единственным, множественным или сопоставлением. Там не будет открытого вопроса, который оценивался бы экспертно. Второй этап заключительной частью представляет защиту представленных ранее портфолио. Нет, там просто неточность есть в описании, которую мы, видимо, исправим. От прошлого осталось. Вы сейчас, наверное, говорите про кинопроизводство. Так вот, итак, на первом этапе – это визитка, трейлер, сопроводительное письмо с описанием проекта, CV и аннотация на английском языке, параметры указаны. А на второй части вы защищаете проект мечты. То есть на втором этапе мы не смотрим визитку, например. Вы защищаете проект мечты. Почему там сказано, что портфолио? Ну, речь идет о том, что там помимо есть описание, есть имеющее отношение ваше резюме. Но нет, здесь вы только проект мечты защищаете, и параметры тоже в бумаге есть. Анотация проекта мечты на английском языке от тысячи до полутора – это синопсис на английском. Вы знаете, я не знаю, что вам в этом случае посоветовать. Если вы считаете, что для синопсиса аннотация все-таки меньше формата, это не одно и то же. То есть скорее ориентируйтесь на описание сопроводительного письма, вот эти параметры, которые были названы. То есть идея проекта, жанр, платформа, аудитория, референс. И чтобы это было релевантно на английском языке и соблюдалось количество слов. Что имеется в виду под релевантностью? Чтобы описание вашего проекта в трейлере, в сопроводительном письме и в письме на английском языке совпадали. Можно ли участвовать с работами проекта мечты и трейлер, с которыми участвовали в вашей Олимпиаде в 2020 году? А как будет происходить выбор трека после отборочного этапа? Да как хотите. Вот вы прошли отборочный этап. У вас, ваша фамилия в этом списке опубликована. Далее вам в личный кабинет придет, нет, вам ссылка на аккаунт SmartLMS, где вы будете выполнять задания, где будет ваш тест, придет раньше, до отборочного этапа. Так вот, в этот SmartLMS вы загружаете материалы второго этапа. И выбирать трек вы можете как угодно. Еще раз обращаю внимание, задания-то будут опубликованы 19 марта. Предположим, вы будете видеть задания всех треков. И у вас будет вот эти три полных дня. И за эти три полных дня, еще раз, вы в своем аккаунте SmartLMS будете видеть задания всех треков. Если вы хотите, вы можете за это время, если у вас хватит сил, вы можете поучаствовать во всех. При этом кинопроизводство в мультиплатформенной среде, вам вообще известно, что делать с момента, когда вы вышли на списке. То есть, с 5 марта. Вы сейчас меня понимаете? Да? А скажите мне, редактор, меня понимают вообще? Хорошо. Надеюсь, что Полина отвечает для всех и за всех. Да. То есть, задание, какое задание делать на кино, известно уже сейчас. Форма заданий всех остальных олимпиад, вам известны, вам неизвестны темы. Темы вы узнаете 19 числа. И до 22 числа вы пишите. Хотите все 4 олимпиады. То есть, вы кино приготовили заранее. У вас все готово, документы все скопированы, лежат. Супер. А вот все остальные, вы получили задание 19 числа. Вы смотрите на эти задания и думаете, пожалуй, что вот это я не вытяну. А вот это, пожалуй, вот эти две олимпиады я сделаю. Например, вы смотрите на Critical Media Studies. Мама дорогая, на английском языке еще, наверное, не осилю. А вот ТПЦИ и менеджмент СМИ, наверное, напишу и то, и другое. И вот вы это делаете, вам 19 числа известно все. И, соответственно, загружаете это все 22.03. То есть, стратегия может заключаться в том, чтобы все олимпиады схантить. Для того, чтобы увеличить свои шансы стать медалистом или дипломантом первой степени. Там самые интересные, получается, привлекательные призы. Дальше. Это можно... То есть, поняли, да? Отбор треков делайте вы, вам все доступно. Когда начинать выполнять исследования и делать проект? Вопрос в том, это вы сейчас про что. Вот если вы про кино, можете начать прямо сейчас, потому что известно, что нужно сделать. Если вы про Critical Media Studies или, например, про менеджмент СМИ, где требуется как раз исследование, вы это сейчас начать делать не можете. Вы можете начать только как-то тренироваться, что-то в этом духе. Почему? Потому что вам тема неизвестна. Тема вам неизвестна. А тема будет известна 19 марта, когда вы откроете ваши аккаунты в SmartLMS и там увидите задания по трекам. Возможно ли найти типовые тестовые задания отборочного этапа? Значит, смотрите, я советую вам посмотреть демо в архиве прошлого и позапрошлого года. Будьте аккуратны. То есть сравните эти демо с описанием заданий. Они могут не совпадать, но где-то как-то, в принципе, они перекликаются. Куда отправлять темы 19 числа по трансмедиа? Куда опубликуют? Я уже сказала, в SmartLMS, в вашем аккаунте. В личном кабинете у вас будет ссылка на ваш аккаунт SmartLMS. Просто не одно и то же. Но про интерфейс и так далее узнаем все мы 24, у нас специальное совещание будет. А после этого, после отборочного этапа, после 26 февраля, мы еще соберем еще одну консультацию, чтобы рассказать вам про дальнейшую нашу жизнь. Резюме отправляют только на кинопроизводство. Смотрите, я вам, Андрей, показал вот эту простыню. Пожалуйста, посмотрите, там, из чего состоит каждое задание, прописано. Посмотрите. Не на каждую программу нужно резюме. В трейлере «Проект мечты» включает только общую информацию. Это уж вы сами. Трейлер маленький. Целевая аудитория, референтный бюджет выглядит там, наверное, как-то неуместно. Вот вы здесь перечисляете. Кроме того, трейлер – это такое, знаете ли, визуальное, креативное произведение. Туда же, наверное, его, например, даже в виде сизл можно сделать. То есть у вас самого-то подсъемок может не быть, но вы из похожих по тональности, по температуре цвета, по героям, по драматургии можете подобрать произведение и сделать из него сизл, то есть из чужих произведений. Видео-визитку на кино делать в формате строгого монолога. Ну, там же сказано – в творческой, креативной форме. Хоть на голове стойте. Ну, может быть, это впечатлит экзаменационную комиссию, хотя не уверена. Так, вот если сейчас кто-то запишет визитку, стоя на голове, и скажет, что я так сказала, вот я отрекусь от всего, сразу предупреждаю. Какие требования к списку источников, которые используем при подготовке письменной части? Это должно быть тоже описано в нашей вот этой большом документе, но на это мы еще обратим внимание. Какой трек дает возможность льготного поступления на медиакоммуникации Петербургский кампус? Андрей, запиши срочно этот вопрос. Он точно же дает возможность поступления. Мы вам скажем. Да, совершенно точно дает медалист. Выронили из корзинки. Все выясним. Суммируются ли баллы? Да, кстати, все вопросы, которые пришли, мы на все ответим, повесим в виде фака на страницах программы. Смотрите. Ну и будет рассылка, естественно, по всем, кто сюда зарегистрировался и как-то попал. Суммируются ли баллы за заключительные этапы по трекам внутри направления медиакоммуникации для получения статуса медалиста? Нет. Я поняла. Если вы везде поучаствовали и некий средний балл… Нет. Медалист случится только в том случае, если вы станете первым. А уж в каком количестве треков вы станете первым, тут уж как карта ляжет. Ну, предположим, вы стали, допустим, медалистом не в одном, а в двух треках. В этом случае… То есть вы, получается, заняли только одно, заняли два места из четырех. Тогда в медалисты войдет следующий результат, который пойдет за вами. И, видимо, по любому треку так выходит. Упс. Так, Андрей, запиши этот тоже вопрос. Суммируются ли баллы на заключительном этапе по трекам внутри направления? Просто на тот случай, если один человек стал медалистом в двух или трех треках. Список литературы для подготовки, указанный на сайте, поможет подготовиться к отборочному или к заключительному этапу. Это поможет подготовке всех этапов, потому что список собран из того, что рекомендуют все программы. Извините, а разве новый отборочный этап не противоречит одной из магистральных идей программы кино, согласно которой на программе могут обучаться люди, ранее не связанные с этим направлением? Нет, не противоречит. Дело в том, что вот этот вот отборочный этап – это, еще раз, это интеллектуальное состязание. Это не труба, которая ведет к программе кинопроизводства. И поэтому вопросы, которые в отборочном этапе – это довольно широкие вопросы для людей, которые, в принципе, интересуются медиакоммуникациями. И здесь, на самом деле, нет никакого противоречия. Просто включается такая опция, как предотбор «Лучший из лучших». И людям, которые лучше из лучших, дается возможность более широкого выбора. Вот в чем заключается суть. Поэтому даже не изучая кино, не обучаясь на, допустим, на нашей специальности медиакоммуникации, и даже не обучаясь ни на журналистике, ни где-то еще, если вы достаточно эрудированы в этой сфере и способны ответить на вопросы правильно, вот вы, пожалуйста, и, соответственно, получаете возможность поступления. Нет, здесь ничего не противоречит. Есть ли еще вопросы, которые мы не ответили? Ну, видимо, в чате пока молчат, так что, наверное, на все за сегодня ответили. Если еще будут вопросы, можно их задать нам в чатру, например, на сайте. Ага. А вот хороший вопрос Марии уже мы ответили тоже, да? Хорошо. Давайте, друзья, мы тогда... Так. Запись будет на YouTube-канале. Я сейчас скину ссылку в чат, вы сможете там посмотреть запись этого вебинара. На остальные вопросы сейчас постепенно ответим. Так, да, смотрите, тут вопрос. Почему в кабинете Олимпиады не удается выбрать два трека одного направления? А вот не знаю. Я думаю, что это предварительная фиксация вас на направлении. Но далее у вас такая возможность будет, но мы должны проверить одну страшную догадку. Не надо ли регистрироваться отдельно на каждый трек, в котором ты хочешь участвовать? То есть не должен ли человек у нас случайно зарегистрироваться аж четыре раза? Андрей, расскажи еще что-нибудь занятное. А я, пожалуй, организаторам позвоню, потому что это важно. Поскольку если люди... Давайте, тут в чате еще есть ряд вопросов. Я на них постараюсь ответить, потому что вопросы, в общем, такого технического больше характера. По поводу медалистов вопрос. То есть медалистов будет всего четыре по одному на каждый трек. Смотрите, вообще по правилам высшей школы экономики, да, их может быть не более пяти человек в целом на направлении. У нас с программы четыре, трека четыре, в принципе, их может быть и пять. Такая ситуация возможна, да, если у нас, например, какой-то из программ будет из серии два стобальника, да, которые просто вот везде, ну, как бы абсолютно два победителя. Почему нет? Ну, то есть это абсолютные победители. Ну, вообще написано, да, и сказано, что их может быть не более пяти, либо не более десяти процентов от всех зарегистрированных на направлении. Поэтому мы предполагаем, что будет четыре. Но это только предположение, это гипотеза, время покажет, да, то есть все зависит от вас, как вы все это дело выполните, какие баллы, соответственно, на выходе вы получите. Какое количество победителей будет по каждому направлению? Опять же, сейчас сказать сложно. Будет все зависеть от ранжирования, от рейтинга, да, то есть от тех баллов, которые вы получите в рамках заключительного этапа. Сейчас мы эту информацию никак не можем проверить, и ничего не можем сказать. Все будет, опять же, зависеть от вас, от ваших работ и от ваших баллов. Так. Так, подскажите, пожалуйста, да, медалисты, являющиеся специалистами выпуска 2015 года и магистратуры, также получают 70% скидку или 100%. Смотрите, 100% скидки у нас, в принципе, для поступающих нет. 100% скидка, возможно, только в одном случае, это если вы являетесь ребенком кого-то из сотрудников высшей школы экономики. Только в этом случае это возможно. Смотрите, по поводу диплома специалиста. С диплома специалиста некоторые сложности, потому что после перехода на федеральные государственные обрежательные стандарты в ГОС у нас появились зачетные единицы. Раньше у нас с вами в дипломах писались просто часы. То есть, если вы являетесь владельцем, да, хозяином диплома, специалиста, в котором указаны часы, а не зачетные единицы, в этом случае вы можете претендовать на бюджетное место. Если же в вашем дипломе специалиста указаны уже зачетные единицы, такие дипломы, как правило, были после 2015 года, в этом случае претендовать на бюджетное место в магистратуре вы не можете. Как и наличие диплома магистра, да, но не, опять же, не каждого магистра. То есть, если вы обучались в магистратуре до этого, в какой-то магистратуре на бюджете, тогда вы не можете претендовать на бюджетное место в магистратуре сейчас, потому как законом об образовании закреплено, что каждый человек, каждый гражданин Российской Федерации может обучаться бесплатно, то есть на бюджете, на одной ступени образования один раз. То есть, бакалавриат, магистратура, аспирантура по одному разу. Пять раз на бюджете в магистратуре поучиться нельзя. Но тут речь идет именно не то, что вы когда-то где-то обучались в магистратуре, поручились полгода и отчислились с бюджета. Нет, если вы реализовали полное правило, то есть вы получили диплом магистра, обучаясь на бюджете, в этом случае, соответственно, вы не можете претендовать на бюджетное место. Поэтому мы даем в данном случае скидку 70% на весь период обучения. Повышает ли шанс получить больше баллов по направлению участия в профильной зимней школе? Да, повышает, но повышает не с точки зрения, что вас каким-то особенным образом будут проверять. Нет. Повышает в том разрезе, что в рамках зимней школы, в общем-то, я, честно говоря, сейчас точно не скажу, но в рамках ряда зимних школ у нас с вами идет некоторая подготовка к данной Олимпиаде. То есть вы можете пообщаться с академическим руководителем, который вам расскажет некоторые лайфхаки, объяснит, подскажет и поможет, в общем-то, к этой Олимпиаде подготовиться. То есть именно с точки зрения количества баллов это никак не влияет. У нас участие в профильной зимней школе влияет на поступление по общему конкурсу, потому что если вы прикладываете сертификат об участии в профильной зимней школе, то это вам дополнительные баллы для вашего портфолио именно при поступлении, то есть для того, что будет лето, да, в июле, в июле. Так. Какое количество победителей будет по каждому треку? Ну, этот вопрос уже был, и, как я говорю, что это... Ну, пока что мы этот момент определить не можем, потому что вы еще ничего нам не предоставили, мы еще ничего не проверили. Все будет зависеть только от вас. Так, по поводу регистрации на несколько треков, мы себе вопрос зафиксировали, будем узнавать. Вот Татьяна Борисовна, видимо, уже сейчас звонит по этому вопросу и скоро она какие-то новости принесет. Так, ну, я в чате больше вопросов не вижу. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте, пишите, пока я здесь, пока здесь Татьяна Борисовна, будем рады на них ответить. Спасибо. Андрей Михайлович, там еще появились вопросы в чате. Один, по крайней мере. Микрофон. Вижу, да, вопрос. Подскажите, пожалуйста, экзамен по языку. А, я как... Что такое БВИ? Это аббревиатура без вступительных испытаний. Вот что это значит. Соответственно, то есть вы, если являетесь, соответственно, победителем, то есть дипломантом первой степени, либо медалистом по направлению, вы проходите на магистрскую программу без вступительных испытаний. То есть вы в рамках приемной кампании, вы просто приходите в приемку, либо не приходите, конечно, да, все это сейчас делается онлайн, соответственно, просто обозначаете статус победителя, да, либо медалиста по нашей Олимпиаде, и вы просто заполняете, пишете заявление о согласии на зачисление, и вас зачисляют. То есть без каких-либо конкурсов в портфолиуме, экзаменов по английскому языку и так далее. По поводу отборочного этапа с прокторингом, мы уже говорили сегодня про это, прокторингов у нас никаких нет. То есть у нас нет прокторинга ни по первому, ни по второму этапу. Вы проходите в любом удобном для вас месте, да, соответственно, в течение двух часов. Просто решаете тест, который будет вам доступен в личном кабинете. Да, я готова сказать, значит, хотела на два вопроса ответить. Первое – это то, что вы сейчас не можете выбрать несколько треков. Суть вот в чем. Вы сейчас по факту регистрируетесь на направлении, и вам система предлагает выбрать один трек, который прям для вас дорог, невозможно. Но когда начнется работа, вы увидите все треки, и можете поменять свое мнение. То есть это как бы, ну, такая, просто такая вот входная история. Теперь, что касается Питерской вышки и как работает Олимпиада, Высшая лига для них. Да, вот буквально вчера вывешены все рекомендации. Значит, Питерская вышка. Если вы мне дадите демонстрацию экрана, вы мне уже дали. Я сейчас вам покажу. Вот, видите, да? Вот на Питерской вышке вы можете найти на их сайте ссылочку. Сейчас покажу, как и где. Вот мы зашли. И вот здесь у нас есть. Навигатор. И вот у нас здесь есть медиакоммуникации. Здесь прописано по этому направлению, какие, то есть как работают Олимпиады, для каких программ. И вот, например, нас интересует, предположим, да, медиапроизводство, медиааналитика. Трансмедиапроизводство работает для этого. Трансмедиапроизводство работает для прикладной лингвистики и текстовой аналитики и так далее. То есть вы открываете Питерскую вышку и смотрите. Там нет никакого специфического задания, но они берут с тех треков, которые есть у нас. Коллеги, есть ли еще вопросы? Или мы оставляем нашу историю? Есть еще вопрос. Татьяна Борисовна, я вам скинула в Facebook. Озвучь голосом. Хорошо. Дает ли призерство в заключительном этапе льготы при поступлении в аспирантуру? Нет. Это же для поступления в магистратуру. Логично. Добрый день. В методических рекомендациях нет правил оформления текстовых работ для кинопроизводства. Плюс там указано, что текстовая работа одна. В ней сразу резюме, ссылки на видео и аннотации. Ну, это не совсем точно. Текстовое оформление, оно то же самое. Times New Roman 12. Посмотрите в медиа, можете в трансмедиа посмотреть. Но там есть, я сейчас еще раз перепроверю, чтобы это все было. Хорошо. И о своей баллах за отборочный этап можно будет узнать сразу после завершения теста или потом будет опубликован рейтинг всех призерников с баллами? Ну, свой балл вы узнаете после завершения теста, потому что машинка посчитает. А список, рейтинг будет опубликован, конечно, позже. На данный момент последний вопрос. Так что, если у вас, друзья, еще вопросы, задавайте в чате. Если зарегистрировался на несколько направлений по Олимпиаде и в расписании отборочного этапа время, выделенное, на них пересекается, как решить эту проблему? Ну, вот здесь, что могу сказать? Вот здесь вы должны включить либо смекалку, либо систему приоритетов. Потому что если у вас получается так, что пишется в это время работа именно на одном направлении, на другом, тогда вам придется выбирать. Хотя уж организаторы прям старались и старались, чтобы не совпадали письменные работы. Если речь идет о нашем, о, собственно, о нашей Олимпиаде, то это просто невозможно. У вас несколько дней. Вы, в принципе, можете писать по одной истории, по одной работе в день. Так, еще один вопрос я пропустила. В требованиях для микроисследования по ТРЭКу менеджмент СМИ сказано, что работа пишется на русском языке. Реферат на английском языке – это новое дополнительное требование? Это из корзинки выпало случайно. Да, в каждом задании должен быть реферат на английском языке. Сейчас позвоню организаторам. Еще вопрос. А призеры и победители «Я профессионал» тоже могут претендовать на поступление безступительных на направление медиакоммуникации? Нет, это вот что. Да, но вам надо посмотреть страницу соотнесения Олимпиад, потому что каждая из программ, она дает свои преференции победителям и призерам «Я профессионал». Вот там посмотрите, они есть. Ну, на самом деле, можно, в принципе, об этом сказать. Там не так много информации, на самом деле. Тогда скажи, пожалуйста, Андрей. Да, программа «Журналистика данных» у нас принимает медалистов и победителей на бюджетную учебу. Программа «Трансмедийное производство» принимает только медалистов, а менеджмент-сми, медалистов и победителей Олимпиады «Я профессионал». Другие магистрские программы Департамента медиа не принимают, в принципе, эту Олимпиаду. То есть только в качестве может быть дополнительного достижения при оценивании портфолио, не более того. Смотрите, тут еще вопрос. В «Трансмедиа» тоже должен быть реферат. Нет, там называется не реферат, а аннотация. И она есть в перечне документов. Там посмотрите внимательно. Анотация там есть. Так, про льготы в аспирантуру мы уже ответили. Не дает. Так, ну мне кажется, что мы прям хорошо потрудились. На этом, наверное, будем завершать. Запись будет доступна. И под этой записью будут ответы на вопросы, которые мы сегодня обсудили. И мы дополним то, что, может быть, осталось недополнено. А вы постарайтесь, постарайтесь зарегистрироваться, кто не зарегистрировался. И обязательно участвуйте, поскольку вы видите возможностей в этот раз прям больше. Окно возможностей прямо в дверь превратилось. Хорошо. Спасибо вам всем. Спасибо нашей команде, которая сделала возможным этот эфир. Андрей, всем и вам, конечно, дорогие друзья, в первую очередь за внимание к нашим программам. До свидания. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...